здравствуйте уважаемые слушатели дисциплина средства цифровой мобильной связи для студента второго курса направление автоматизации и управления технологическими процессами и производством лекция номер 10 совместная работа сетей и унтс и джессы а в мире существует два стандарта третьего поколения это и унтс и сидимо 2000 стандарты третьего поколения пришли на смену стандарта второго поколения так называемых 2g в первую очередь их появление обусловлено возросшими потребностями абонентов скорости передачи данных стандарт юнтс нашел наибольшее распространение среди других стандартов этого поколения на территории европы и россии концепция юнтс начала формироваться в начале 90-х годов на волне успехов европейской экономической интеграции в области телекоммуникации позволивший в кратчайшие сроки реализовать масштабный международный проект джессы разработка стандарта юнтс началась в 1992 году организации по стандартизации первая сеть юнтс была запущена в коммерческую скопулатацию 1 декабря 2001 года норвегия к маю 2010 года число абонент перевалило за число 540 миллионов по всему миру скорость передачи данных для сетей юнтс достигала 2 мегабит в секунду благодаря технологии htdp которая относилась к поколению три с половиной джей и она была внедрена в двухтысячном шестом году максимальная скорость возросла до 14 мегабит в секунду эти и другие преимущества юнтс позволяет предоставлять абонентов широкий перечень услуг таких как видео звонки видеоконференции высококачественные голосовые звонки загрузка файлов с высокой скоростью сетевые игры мобильной коммерции и много другое рассмотрим структуру юнтс ее основные отличия от стандарта второго поколения gsm подсистема коммутации в первых релизах стандартах юнтс подсистема коммутации не отличалась по своей структуре от той же подсистемой сетей второго поколения gsm в нее входили центр коммутации подвижной связи который выполнял функции коммутации установление соединений тарификации и другое а также ряд регистров гостевой регистр местонахождения либо по-другому его называют еще визитный регистр домашний регистр местонахождение и центр аутентификации которые предназначены для хранения абонентских данных в более поздних релизах функции центр коммутации подвижной связи были разделены между двумя устройствами первое устройство это mcc серверы а второе устройство медиа гетвей mcc сервер отвечает за установление соединений тарификацию выполняют некоторые функции аутентификации медиа гетвей представляет собой коммутационное поле рассмотрим теперь подсистемы базовой станции сети mts по сравнению с сетью gsm наибольшее изменение претерпела подсистема базовых станций и так рассмотрим основные элементы которые входят подсистему базовых станций первое это контроллер сети радио доступа системы мтс он является центральным элементом подсистемы базовых станций и выполняет большую часть функций контроль радио ресурсов шифрование установление соединений через подсистему базовых станций распределение ресурсов между абонентами и другое сети мтс контроллер выполняет гораздо больше функций нежели в системы сотовой связи второго поколения таких как gsm нод b базовая станция системы сотовой связи стандарта и мтс основной функцией нод b является преобразование сигнала полученного от контроллера сети радиодоступа широкополосный радиосигнал который передается к телефону базовая станция не принимает решений о выделении ресурсов об изменении скорости кабинету а лишь служит мостом между контроллером и оборудованием абонентов и она полностью подчиняется контроллеру сети радиодоступа оборудование абонента получила название user equipment тем самым подчеркивается что в отличие от других стандартов и мтс может быть не только обычный телефон но и смартфон ноутбук станционарный компьютер и другие гаджеты пакетные данные в сети и мтс передаются от медиа гетвей к известному нам по системе gsm элементу сидите н после после через поступает в другим внешним сетям передачи данных например таких как интернет как правило два устройства сети gsm принимаются для тех же целей что и в сети и мтс производится только коррекция программного обеспечения данных элементов спасибо за внимание